и пошел Александр Шлеменко и сам он чепуха. Да вообще оскорбление, произнесенное из уст чепухи со своим грязным ртом, ну это такая же просто чепуха. Ну что это такое? Ну это просто поведение чепухи и черта. Как того и следовало ожидать, скорый Лютиков максимально поспособствовал быстрому ответу Александра Шлеменко на резкие высказывания Анатолия Сульянова. И кажется, ситуация начинает накаляться. Для начала Александр Павлович внятно дал понять, почему Анатолий попал под определение чепуха. Вот я объясню. То есть сколько раз он говорил полную чепуху. То есть про то, что ведутся переговоры про мой бой с Александром Емельяненко. Это первый выход в эфир. Потом, что касаемо кучи различных моментов, связанных с непосредственно хардкором, с непосредственно, что я там где-то что-то в каком-то интервью говорю. Не произносите чепуху, ну и не будет у вас определения чепухи. Вот и все. Также боец ответил на вопрос Сульянова, готов ли он сказать все эти слова ему в лицо. Знаешь, меня еще что-то забавляет. Готов ли он сказать мне это? Да, конечно, готов на будущее не только тебе. Если я, я так воспитан, если я что-то говорю, опять же, я за своими словами слежу. Ну а те заветные три буквы, куда он предложил ему пойти, вызывают в нем разве что потеху. Знаешь, произнести слово из трех букв, находясь за пару тысяч километров, при этом пафосно крутя головой направо-налево, и с таким пафосом и высокомерием говорить, что я там то, я там это. Ну вот у меня это только вызывает, знаешь, таки, забавляет меня. Да вообще оскорбление, произнесенное из уст чепухи, со своим грязным ртом, да, по сути. Но это такая же просто чепуха. И относиться к ним нужно точно так же. Под конец Шлеменко заявил, что не собирается выискивать сквернослова, чтобы спросить за слова, но предложил программу минимум для Анатолия. Ну как будто ни было, не исключая от того, что рано или поздно они окажутся на расстоянии вытянутой руки. Я не положу сейчас свою жизнь для того, чтобы бегать, искать Анатолия Сульянова, но могу сказать одно, чтобы он просто для себя это уяснил, что программа минимум для него не попасться со мной где-то, вернее не то, что не попасться, не сделать так, чтобы где-то с ним встретиться. Желательно один на один. А жизнь-то у нас такая, может всякое произойти. Ну, может быть и встретимся еще. И будет интересно посмотреть, как человек себя ведет за 2000 километров, и не за 2000. Близкий же товарищ и одноклубник Александра Андрей Корешков в своем обращении к Сульянову был куда менее сдержан, предположив, по какому сценарию может пройти их беседа со Шлеменко тет-а-тет. Это вообще поведение черта у Сульянова. Ну, как так? Ну, да, его Александр как бы по делу, назвав чепухой. Но это было сказано по делу, понимаешь? Он за каждое слово может обосновать. А Анатолий что сделал? Он просто обиделся, ну, начал ругаться, начал оскорблять человека. Ну, что это такое? Ну, это просто поведение чепухи, черта. Да я навряд ли думаю, что у Анатолия смелости хватит вообще там, ну, вот так вот раз на раз встать. А если и встанет, он то будет стоять с дрожащими коленями. Он в образе в этом находится, строит из себя, не пойми, кого такого крутого, брутального там мужика. Ну, на самом деле это не так. И по нему это видно. Ну, не знаю, витамины каких-то переел. Ну, не понимаю, короче, что с ним происходит. А какой теперь контраргумент выдвинет Лысый? И как считаете, за кем правда в этом конфликте? Что ты, Лысый? Плаки-плаки? Или Нормалдаки? Не отстает от своего наставника воспитанник школы Шторма Артем Роффаль, который устроил словесную дуэль с вернувшимся в медиапространство Али Хайбати. Не совсем понятно, с чего это вдруг инженер решил согреться на Омича, но он намеревается уложить его нокаутом в печень. Могу ошибаться, но скорее всего речь идет о гран-при на хайп-файтинге. Роффаль, успокойся. Ты худяшавый, тоненький боец, который под градами ударов просто сломаешься. Не забудь, как ты дрался на РЕН-ТВ, а как дрался я. Я готовлю вот это в печень, и ты реально рухнешь. Я это вижу. Мне очень легко драться с такими, как ты. Так что ты следи за базаром, и просто не рыпайся на таких коренадцатых, сильных, как я. Ты же сам знаешь, как боец из морга тебя сломал, ты падал. Не знаю, засудили, дали тебе победу. Со мной такого не будет. Короче, я выйду победителем из этого гран-при на кал в печи. Фух, Али, ну ты же знаешь, как делается. Не умею тебе объяснять. Идешь с организацией, договариваешься о поединке. Организация дает добро, потом начинаешь записывать эти видосики. Если есть конкретика, погнали. Ты просто маленький в натуре, ссохшийся персик, который что может делать? Да, ты неплохо дрался, но ты слишком мелкий. Под градом ударов, мне кажется, просто проломлю тебя и все. Забью, как скотину. Что думаете об этом поединке? Шансы у старшего перса, на мой взгляд, не так велики. Но пока это все на уровне разговоров. Пишите ваше мнение в комментариях. Не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в низшей ММАе.